Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешину. Аминь. Номер 102. Вопросы и события дня. Задавайте вопросы за 22 марта 2016 года. Ну а дальше прочитайте, что есть коротко. Я проведу, потому что это уже объяснял несколько раз. Об этом измене везде идет. И чтобы заходили в наш форум сами. На форуме ставили, потому что перетаскивают с контакта, в фейсбуке, я не бываю нигде. Ну наше объявление, вот прочитайте, помощь нужна. Помощь. Вот она как выглядит. Ну и вот, вот это тоже второе объявление помощь. Перевести вот эти материалы на нашем сайте. Вот он, где сайт, в Осетии Библии. Ну и еще объявление по нашим занятиям. Вот что, часть писем, какие поступили нам. Отзывы такие беру. Что именно? Юрий Соболев. А про плоды не поясняю, Игнатий Тихонович. Потому что знаю, рыщат и подглядывают через ваш канал. Готовы разорить все начинания нашего, слава Божию. Ведь ополчались уже. И не о своем, то покое пекусь, но об общем деле наших прихожан и слушателей. Юрий Соболев. Доброе утро, Игнатий Тихонович. Непременно нужно, коль вы спрашиваете, провести мастер-класс по переплетному делу. Видит Бог, что второй год этого желает. Да попросить у вас было как-то неудобно. Мне бы очень пригодилось. Спаси Христос. Ну, кто если не знает, это переплетное дело. В книге там, это входит не только там книжку там переплести, а даже все какие у тебя маленькие записки. Вот мы ездили когда в билеты, в Эрмитаже были. У меня все это переплеталось. И похвалялись, кажется, я сейчас не помню кто, но кажется, судья, который меня судил, вот краевая прокуратура, краевой суд, так во дворе ее, ну, когда уже все меня осудили, отправили по этапу, а что у меня изъяли, ну, к делу уже теперь приобщать не надо, сожгли. И две большие кучи показал. Как горело. То есть еще меня уязвить, вот, как бенгур. А твои родители прокаженные мать там с сестрой. Вот так. Две большие кучи. То есть эпистолярное наследие у меня было очень большое. Я переплетаю. И только после освобождения 86-го года у меня снова накопилось, я их переплел, они как тома настоящие, 77 книг. Если это развернутый лист, ну, полный какой есть, значит, так и переплетаются там опять, кажется. 77 томов по 600 страниц. Переплетено. Настоящие книги стоят. И ко мне в гости, когда кто приходили, они книги не брали там считать что-то, а именно вот эти берут, свои там письма находят, письма находят. Ну вот вчера встал, потому что я все отдал уже. Проводил уроки. Потому что я занялся другим. У меня молитва и форум остались. Вот этим я только занимаюсь. Раньше был морфлот МФ, а теперь это МФ двое. И стал искать, где хоть показать-то где-то. Нож нашел, еще что-то. Тесочки, которые затягивают книги. Ты не нашел тогда большую, принес, показал. И ролик уже составленный. Сейчас, через короткое время, я его уже выставлю. Он всю ночь закачивался. Конечно, недостатки там есть. Я показывал, что мазать надо кисть такую фольковую, которая широкая. Как клей делать? Ну, у меня ничего нету совершенно. Но, кто внимательно будет смотреть, вполне достаточно. Я многократно проводил курсы. Священников разных епархий приезжали, учились, диаконы. Кого только не было. И в университете, когда вел занятия, объявления сделал, и народу много было. Это дело такое. Старые книги реставрировать будешь, выправлять их. Даже не узнаешь, выправишь. Вот. И дальше еще ответил один. Сергей Козлов. Парализованный урок с переплетом был бы полезен. Ну, вот, практически, уже вчера мы сделали это. Я кому отдавал, сказал, принесите хотя бы, показать людям-то. А оказалось, домой не увез, там, ремонт идет у Игоря. Оставил здесь. А здесь, ни слова не говоря, с полки унесли в сарай. Это завалили. Вчера искал, искал, весь день мотался. Кое-что наскреб тут показал. Какие книги и как. Какие будут непонятные тут моменты. Ну, напишите мне. Я обычно под роликами не отвечаю. А я тут постараюсь ответить. Мне писать неудобно. Дальше. Игорь Швондерев. Да, сделайте видео про переплетное дело. Вот, видите, просили люди. Я взял, да. Дальше. Владимир, пытаюсь давно его к вашим материалам приобщить. Кого-то там. Ну, у него дружба с попом и его детьми. Они тоже служат попами. Он с ними советуется. Они еще и бредят казачеством. Ну, это все пропащее дело. Вот с этими выморочными казаками, как ряженые их называют, что цыгане, что казаки, они одинаковые. Веры-то никакой нету. А вот покрасоваться, любят форму надеть и все. Жалко парня. У него четверо сыновей. Попы ему говорят, надо любить всех. Мы все больные. Не судить никого. Чаще больше часа. Везде одинаково при том. Это говорят не где-то, а это там, под Санкт-Петербургом. Откуда люди идут? Больше ничего не знают. Веры-то православной фактически уже никакой нету. Все изменили. По-католически ведут. И главное, никого не осуждаю. Всех люблю. Одно, без пробела. Напишите. Это действительно так. Я заметил, что кто ваших слов не хочет слышать, тот чем-то запятан. И правду слышать не хочет, так как сам попадает под обличение. Потому что если за тобой что-то есть, Иов говорит, если бы я знал за собой тайный грех, я боялся бы большого общества. Поэтому у нас все открыто, за мной ничего нет. Вот он вылез какой-то, там СД, СД на меня лезут. Ну и еще Саварбек с Жабраилой, чтобы последить СД. Все время при том это. Или по мере на С, или на Д. Ну и что? А если за тобой ничего нет, ты бояться не будешь? Года три назад показал одному. Он и общаться перестал со мной. А в этом году появился, сам позвонил. Я ему опять показал вас, где вы разбор по Сирии говорите. Он при мне к генералу звонит в Москву. Говорит, смотрите, наша тема. Так грамотно старик глаголит. Старик. Совсем согласен. Но что ли со старик? Не согласен никак. Да, сейчас они готовят канонизировать Суворова. И что интересно? Дальше уже кто? Вы знаете кого? Сталина. Гитлера уже канонизировали в Латвии. Икона стоит Гитлера. Я говорю, а Гитлер-то за что? О! Он окончательно еврейский вопрос решал. Только за то, что евреев устроил им эту баню освенцев. Вот за это надо канонизировать. И нимб у него все. Он там Евангелие в руках держит. Ну что спрашивают у людей-то? Вот начинает кого-то канонизировать. Вчера подсунули мне тоже про одного святого. Вот он как не ложился спать. Ходил босиком. И там то другое. И к нему обращаются. К нему, к нему. Вообще Христово имя не дает. Новое божество. Новое. Не вас, а там Гавриил его назовут. Игнатий Михаил. Дальше. Им что интересно, они слушают. А от спасения души надо трудиться. Это уже тяжело им, патриотам. Надо отказываться от многого, к чему они привыкли. Да. Надо мне десятину с квартиры отдать. А я спрашиваю. Что значит с квартиры? Ну оказывается квартира у него. Он ее продает. Квартира нет. Ты ее покупал. У тебя деньги, если ты тогда платил десятину, то теперь не надо. У тебя деньги, на которые покупал, они уже очищены, так скажем. Ты Божья отдал. То есть освободился от своего. А вот пенсия, со всего надо платить. Потому что пенсия это работа. Ты работа с работы. Теперь она уменьшена, тебе напряжена. Десятину обязана дать. Она не тебе принадлежит, Богу. Меня обкрадывайте. Вот. Если я прошу что-то взаймы, но ты не дал, ты имеешь право. Но если я тебе дал, а ты мне не возвращаешь, что ты обкрадываешь меня. Так десятину воровать нельзя. Библия говорит порохам Аллахии. Дальше. Юрий Соболев. Игнатий Тихонович, у меня к вам вопрос. Но он, наверное, теоретический. О, как еще. Дальнейшее направление этого вопроса для меня имеет значение с позиции научного интереса. Если это ересь, то я для себя закрываю его раз и навсегда. Ваш ответ на этот вопрос может спровоцировать и ваших недругов, и новую волну СД-атаки. А может, есть смысл его вообще не озвучить в эфире? Ну, понимаете, он не запрещает. Я все озвучиваю. Посему постараюсь оформить его очень осторожно. Поставь его, как бы, вынеси за скобки. Православие. Только во свете Библии. Но если сочтете нужным, тогда текущий абзац не засчитывайте, а начните прямо со следующего сообщения. Оговорки. Уже знают, что они его грызть за это будут. Теретиком объявят. На костер. Игнат Тихонович, Можно ли допустить такую мысль, что, первое, харизматические эйфорийные переживания и видения, а это люди, верующие христиане, хотя еретики, есть следствие бесконечного аллилуйного словословия, и исихадский опыт переживания нетварного света есть следствие покаянного безмолвия. Иначе, это как бы две стороны одной природы. Вопрос, какой природы? И те, и другие убеждены, что божественны, ибо ни то, ни другое прямо не подтверждается на страницах Библии. Это вопрос. Второй. Можем ли мы допустить мысль, что многие видения и знамения, вошедшие в православное предание, небожественного происхождения, вспоминается комиссия по исследованию икон? Комиссия была. Комиссия, составленная патриархией, Иоанн Акономцев, архимандрит, Павел Фаренский, директор института биологии, геолого-разведочной, и пришли, нечистые ли силы над нами смеются через это. Потому что в истории такое было. Там благодатный огонь, икон, это все, может быть, говорится, чертовщина одна идет только. Это они выступили, дали отчет об этом. А мы, говорит, голову ломаем, больше заниматься нечем. То есть там логика такая. Православному было знамение, все, значит, сие от Бога. Не соответствует Евангелию, но этот же христианин, не иноверство же привиделось. Итак, образом за образом, предание за преданием, за две тысячи лет наше предание настолько разрослось, что вытеснило практически полностью Слово Божие из христианской жизни. Неужели это от Бога? Неужели это план Всевышнего? Понимаете, отвечать-то нельзя. Ну, мне-то это все равно. Когда я поехал, я говорю, мы едем в Чечню, там Турцию захватят, на меня прямо даже люди, которые благополучные такие, говорят, и хорошо относятся. Ну, вам-то все равно уж отпеты. Ну, этих-то берешь за собой. Какое ты имеешь право? Ты в голову-то отрежут. В Чечне три раза были. Прошли Турцию все. Шесть мусульманских республик и нигде не резали. Нам резали сыр давали. Магазин прямо затаскивали. Прямо селом не хотели брать. Деньги даем, не берут. И на нас снабжали, узнав, что мы благовестники. Вот как было. Все по-другому было. Молодые люди, юноши идут в Чечне, в Грозном. Стали спрашивать их. Они как будто наши члены общины разговаривают. Приехали в библиотеку, а у них там то ли министр, то ли замминистра был. Говорят, у нас тут совещание. Я говорю, а сфотографироваться можно? А все одеты по мусульманской форме. Они сразу встали, пожалуйста. Веселые, радостные. Ну, все по-другому было. Почему за нас молились все? Молились. Все молились. Везде. И мусульмане за нас молились, и протестанты там, баптисты православные, старобрядцы. Все молились. За это тоже нападают. О, все молились. Как будто молитва там перемешается где-то в эфире. Звезда за звезду зацепится. Ну, смешные просто доводы. Я отвечаю ему. Даже в этом рафинированном, стилизованном стократном виде, дошедшем до нас житейной эпопеей с патетическим сисюканем, и все же без натяжки можно увидеть, что все это были видения от нечистой силы. И в этом разбирались не день и не два столетия. От кого же это наваждение прихлынуло? А то, что уже канонизировано, оно часто даже и близко не стояло к тому победному, что Бог оставил на страницах Святой Библии. Все видения, какие были тогда у первых христиан, они сводились к благовестию, к просьбе и на другие страны распространить свет Христов. Ну, допустим, является Павлу, какой-то македонянец, прийди к нам, помоги нам. Корнилию видение какое было? А пойди там у Симона, Кожевника, какой-то, призови его к себе, ну, пошли за ним там, автобус, он придет и расскажет тебе. И все эти видения были. Вот Филипп идет, иди такую на дорогу, там все для благовестия было. Здесь намерто, в чистую, ни одного видения больше не было, ни одного. Я насчитывал жития. Здесь я говорю, со знанием дела, составляя симфонии и прочее. Я около десяти раз прошел эти жития святых 12 томов. Дальше. А потом уже массово пошли видения, явления, мало и близ, не стоявших к прежнему. Явление иконы, которая явилась, обретена ли по воздуху, ли приплыла. И толкование всегда было одним. Строить тут монастырь. И этим авторам икон, и обретших некие мощи, святого гарантировалась канонизация. А то, что все это пойдет под нож и на гильотину, в вилы вместе с Вавилоном, то во мраке языческих душ гасло, в потемках сознания еще кое-где поблескивают признаки жажды истины, что туда, что не туда обредем. То это возникновение и пророческих глазов, то в эротических всполохах. Юрисов Лев благодарю и крепко до легкого хруста ваших мощей. Обнимаю, Игнатий Тихонович. У меня я приезжаю сюда, сестры обнимают, ой, хоть к мощам прикоснуться. Мощи. Вот как обзывают меня. Ваш метод, мне все больше напоминает метод расчистки старой иконы, где, снимая слой за слоем, проявляется истинный лик. Да. Что интересно, вот, допустим, первый там, Павел Фивейский. Ну, я к примеру говорю, там у меня все записано, шитя святых. И вот к нему является ангел. Ангел является и начинает работу с ним вести. И говорит, какую одежду, какую камеловку, какую рогожку. И он тогда своему учителю, как к Антонию, вот так-то, так-то. И сейчас-то он бывает, тот насторожился. Ну, бывает, через два дня приходит, опять был-был. Он видит, ну, как проверит. Он говорит, знаешь, я приду к тебе. Ты мне там приготовь, где я мог ночевать бы. Вот другая там келейка. Приехал, пришел, проходит день, два, три, нету. Неделя проходит, нету. Месяц, нету. Тут контактер, а где же это? Нету. И он понял, кто тогда. Другой. Вот надо подвязаться вместе, это киновия называлась. Тут неизвестно, как еще пойдет. А вот там, я вижу, там он на горе, ну, там, где кумаранские свитки найдут, там дырка. Вот залез ты туда и полез, учитель сказал. И вот молится, и ждет явление, явление. Запахло что-то, благоухание. Ой, что-то где-то рядом. Маленько пройдя, свет ночью блеснул. Совсем рядом, наконец является, запел. Так, Бог принял решение тебя, ты святости такой достиг, завтра за тобой колесница приедет. Ну, как было это, за пророком Ильей. Все. И он, ну, не знает, что сказать теперь. И учитель-то его, который разрешил, он тогда, который ему еду-то приносит, он там питается все-таки. Там где-то у него туалет. Вот. И он говорит, учитель, скажите, завтра меня на небо берет. Учитель испугался, прибежал к нему. Тут ты что тут, ты придумал? Не придумал. Ты завтра увидишь. И правда, является колесница с громом, ангелы тут вокруг. И они его тянут. Он его схватил и держит, не отдам. Они из него эту рязку-то сорвали, захохотали и полетели. А рязку бросили. Рязка летит, вот одежда у него распласталась, и о камне. Вот ты, дурень, где бы был. Вот лежал. Ой, слазь отсюда. Иди там, живи вместе со всеми. Святость нашел. Вот это не гордыня, нет, не прелесть. Это наша, наша православная. Да какие, как Ефрем Сирин, общепризнанная. Антоний, Макарий. А есть ли еще такой, кто, как я? Это не гордыня. То есть во всей вселенной он уже, он зажат в этих тисках. И Бог с ними разговаривал. Все-таки не все на колеснице улетали. А вот иди, и вот, кто первый встретится, он тебе скажет. Это тот самый, который лучше тебя идет. Ну, кто же первый встретится-то? Ну, министр какой, патриарх, женщина-блудница идет. Еще себе. Остановился и смотрит. Что же это Каракатиса может сказать? Смотрит, уставился. И она остановилась. А ей привычно, смирила глазами, неплохой парень. Вообще-то, товарный вид у него. Так. Фактурный. Не вытерпел. А что ты на меня так смотришь? А куда мне смотреть? Я из ребра взятая и должна туда смотреть. Вот это долг. А ты взятый из земли, туда и смотри. Что на меня уставился-то? У-у-у. Развернулся и к себе домой. Господи, господи, прости. Да как я? А другому? А вот ты пойдешь, тут селение недалеко от вас. И там дом с краю есть. Вот такой-то номер, там 66, улица Ленина. И там живут. Ты посмотришь, поговоришь. Там есть две женщины, которые выше тебя, выше меня. А он как раз Бога и спрашивал, есть ли кто. Это не гордыня, не прелесть. Нет. Это духоносные мужи. Духоносные. И вот он, духоносный, поплелся. Приходит. Здравствуйте. Что-то икон не видать. И книг не видать. А чем вы занимаетесь? Да чем занимаемся? Мужья работают. Один он дороги строит. Ну, а другой на лесоповале. Ой-ой. А вы что? Да мы-то так. Вот это два родные брата, а мы за них вышли замуж. Ну и что? Ну где выше-то? Ну что-то особое есть. Ничего у нас особого нет. Ну мне Бог сказал. Что сказал? Да вот вы там, какие святые? Мы сегодня дай-ка ночью разделяли ложа с мужьями. Утешали мужей своих. Работничков. И что? Не знаю. Ну а как живете-то? Он уже не понимает. Да никак. Кухня, одна работа. Вместе вот. А сколько живете? Да вот два года. И ни разу не ссорились. Нет. А мы-то монахи-то грыземся. У Пахоми 11 тысяч монахов, а священника ни одного. Почему? И ответ дается, Дмитрий Ростовский пишет, чтобы не было раздора. Поэтому, когда нужен священник, они его приглашали там, с какой юрисдикцией-то. И он, а то кто? Структура, епископа нет. Они отказывались, понимали, там, где есть эта структура, церковная смерть. А вот привезли его, заплатили ему. До свидания. И поплелся обратно. Умылся. Вот так. Юрий Соболев, воскресная заметка. На подлёдной рыбалке, на Красноярском море, стоим с братом на плотном льду, размышляем, подойти ли поближе к берегу, чтобы забуриться, или нет, так как тонкая ледяная кромка похожа на возможную полынью. 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 Полынья. Полынья, знаешь, что такое? Нет, не знаю. Нет, это льда нету, и там крутится вода. Теперь знаю. Боязно изрекает брат. Участь боязливых в озере огненном, говорю. Постояли, подумали, а участь отчаянных на дне Красноярского моря. Развернулись и пошли обратно. Значит, в озере огненном, а тут в ледяном озере будете. Пишет меня один Тараси, моряк, международник. В другом государстве он живет. В Одессе. Лежу в больнице в Норвегии. Интернет плохой, говорить по скайпу не хватает мощности. Проповедовать в полную силу не получается, потому что люди из Восточной Европы подлежат карантину. Мы разносим особый вид стафилокока. Вот как. Примерно 10 лабораторных анализов сделали, но к людям не пускают. Многих в отделении старенькие. Как, кстати, было бы слово утешение. Максимально, что сделал у меня в Бельгии большая книга московская иконопись XVI-XVI века. Вот и выставил Иисуса Спасителя на всю палату. Все по мере сил. Вот так. Когда я только в Африке был, где-то ехал, в Турции был. И вот тут. Эту книгу Господь Чири из меня вынес в Бельгии из-за оскверненного храма. Уже сегодня с помощью специального устройства хожу потихоньку. Все время страдания благодарю Бога за все. Почему и как это произошло мое падение? Падение. То есть позвонок сломал. Отбрасываю из мыслей. А то только мог мозг сушить. Смотрю ваши ролики. Сколько людей тянутся к вам. А у меня от этого в сердце только радость. Простите, что отвлекаю вас, но меня к вам тянет. Вы меня тоже закипнотизировали. Я человек дела. Как только в моих руках появится малейшая возможность, я разверну небывалый масштаб проповедей. Мы очистим всю территорию Руси от сект и пойдем далеко за пределы ее. От этих планов даже не всплю всю ночь. Вот какие люди. Я им отвечаю. Мои мысли и молитвы много ниже ваших. Если бы даже один человек из тьмы греховной вышел во свет любви Христа и принял его всем своим спасителем. И жил бы по его святой воле и его святым заповедям, это было бы чудо и радость на небесах. Все бы хотя бы один единственный человек. Тараси. Удивительно, даже моя жена начала проповедовать по вашей системе. Но когда человек попадает в среду истинно верующих, процесс обращения происходит быстрее. Я попал в экипаж, где большинство против православия. Мне было тяжеловато. Но если наоборот, когда нас будет больше и все молятся, то картина поменяется. Сейчас сообщили, что завтра отправят домой в 12.00 взлет. Осло, Истамбул, Одесса. Даст Бог, 23.45 буду дома. Храни вас Христос. Ваши книги чудо. Вы меня зажгли проповедовать. И сколько буду жить, всегда о вас буду рассказывать. Дальше. Дмитрий Греция. Добрый день, дядя Игнатий. Скажите, пожалуйста, вам можно позвонить? Есть какие-то у меня вопросы, на которые у меня нет ответа. Позвонил, разрешил ему. Может, вы мне поможете? Будьте добры, откликнитесь на мою просьбу. То есть он уже пишет, пишет, пишет. Месяца три просится. Я его не принимаю. Почему? Он маленько провинился. Я отвечаю ему. Но у меня записываются все разговоры и выставляются по интернету. Вы не против? Прошлый раз получилось весьма плохо. Вы дали согласие, потом начали делать обратный ход. Боялись мусульман. Не случится ли и на этот раз такая же беда? Потому я насторожен относительно вас. Дмитрий. Нет, я не боялся. Не мусульман, а просто повздорили с армянами. Да ну их. Нет. Не против. Я не боюсь никого, кроме Иисуса Христа. Скажите, Дяди Игнатий, когда можно к вам позвонить, чтобы не остановить вашу работу? Если вы заняты, то скажите тогда день и час. Ответ будет. Сейчас заходите сразу же. А если у вас работает глазок, камеры, хорошо. Ответ. Сейчас. Дайте мне 10 минут. подготовлю вопросы. Если вас не затруднит, маленькая задержка. Вот сейчас уже ночь он просит книги выслать. Трехтомник Нового Завета и Кистинного Православия. Но там другие цены и спрашивает сколько. Я ему сказал это 110 евро 110 евро или 125 долларов. Вот за 4 за эти книги. И пересылка дорогая обойдется где-то в 70 примерно долларов. Так это 4 книги. А я в Америке был еще когда? Тогда. Тогда доллар больше был. В 92 году. Одна Библия 100 долларов. Одна. Там ни одной картинки ничего нет. Дальше. Юрий Соболев. История Ричарда Вумбранда. Вот она где показала. Чтобы я прослушал. Я отвечаю ему. Я с ней переписывался почтой. Ответ. Правда? Вот это да. Я прочел его истории впечатляющие. Расскажите пожалуйста в свежем выпуске хоть кратко об этой переписке Игнатий Тихонович. Завтра утром. А он дальше что я не стал уже а он дальше написал ура. Ура. Слава Богу не ура. Это раньше рассказывают Баптиз в армии там взяли где-то на каких-то подсобных работают. А за ним офицер сказали следить. И он за ним пошел. Ну тут утянулся молитвный дом. офицер туда сел сзади лейтенантишка и смотрит. Когда стали говорить о господь коснулся. И он тут же в собрание соскочил а сказать ничего не может и кричит ура господи я поверил что ты за меня умер ура. на него все озирается вот такое вот так Андрей Кричков не подожди я расскажу значит нашу переписку спалили спалили недруги ее нету видимо я не проверял потому что сожгли все в прокуратуре по дурости вот я вспоминаю только что было вот тут говорится что жена Сабина у него строила канал бросали и он об этом писал мне я ему написал как я ну что как было вот это еще у меня да это было где-то в эти годах до 86 рядом где-то прям совсем и он о себе рассказывал и вот говорит а там сейчас мультик поставлен и как охранники такие бросают ее и она когда уже освободились они а она этого охранника пригласила к себе домой а еще тут не написано там с детьми что было где-то и когда он за столом охранник сидел и ну как знакомый что ли он там я не знаю почему они его пригласили и тогда она открылась ему говорит я ваша подопечная заключенная была это вы это вы меня столкнули в воду бросили там в канал то другое он поперкнулся за столом вот мне это запомнилось много сказать что тут могу кабы рядом были то у меня тоже просил прислать моей проповеди Ярл Николаевич Пести мы переписывались вот Ричарда Гурманда фотографий отдельно не было но какие-то он материалы такие помню присылал давно это было впечатление было самое хорошее так а он не православный я об этом не думал не мне это решать я определенно знаю что вне церкви нет спасения это одно но подвиг он остался верный сегодня вот в ролике это который показывает все это показано я как-то душой прям как будто вместе с ним там был а ведь кто там был у них у них-то кто там был кто знает ну правитель в Румынии кого Чаушеску Николай внезапно началось у него там что-то одного священника с одного места в другое переводить стали как вот у Русанцева а народ забунтовал а его священника спрятали стали искать там еще больше а там армия повернула вся секуритета тайная полиция ну нанятые были где-то как он на Майдане стреляли всех переловили их поймали поймали тут же где-то народ на улице там стоит ждет решение они тут показывают как суд идет это уже заснято вывели тут же расстреляли вместе с доктором там каким Елена его жена была все а почему а вот это вот что-то в Урмран все это потянуло вот сейчас ИГИЛ ну люди-то которые в ИГИЛ это же не отбросы какие-то это крепкие сильные мужественные люди пошли но куда пошли убивать разницы нет куда убивать а их не узнаешь а вот теперь в одно место их Бог собирает и теперь долбят и ну все вот в Бельгии там взорвали теперь весь мир против голыми руками женщины подушат их зачем они это делают а вот теперь вспоминаешь 6 глава 9 стих откровения под жертвиком души выпьют да коли владыка святые истины не всишь за кровь нашу это кровь убитых им они выставляли все знают они убивали христиан а вот это все они оттуда достают их сейчас их трупы машинами вывозят со всего мира это всюду бегут туда почему это смерть бегут на смерть никакой радости там нету в Сирии их долбят сейчас и везде а мне все равно жалко всех я просился туда я молился бы Бог не допустил Андрей Кречков вопрос почему Саула сожгли глава 31 стих 12 поднялись все люди сильные и шли всю ночь взяли тело Саула и тело тела тела сыновей его со стены Бевсана и пришли и овис и сожгли их там по какому принципу я отвечаю святой Глатауст наставляет что чего не в священном писании о том не рассуждаем вот весь ответ а почему сожгли чтобы не попало в руки зачем сжигали селение все давал указали Сталин и Гитлер выжжена земля это же делал Кутузов чтобы не надругались над телами а что язычники сжигали тела они это видели так никто их за это и не одобряет вот некоторые дают даже завещание что меня сожгите в крематории в Барнауле открылся крематорий сейчас открылся православная церковь это не принимает ну так а какой пепел там смешанный там может с чем попало что пепел тело тело выносили Иосиф о костях своих заповедовал Яков заповедовал вот у православных православные не могут этого делать не принято а чем было вызвано ничего нигде не известно рассуждать не надо и какое отношение имеет к спасению никакого совершенно вот я то ну а мысли то я бы сказали свое что может быть потому что видели у язычников они сожигают и сыновей в жертву приносят огонь имеет очистительное действие ну и врагам чтоб не попало да и куда с трупами тащиться то уже они висели висели там они полуразложившиеся были ну писание говорит так вот вот у нас что у меня открытый лист страница в моем мире у меня несколько но где именно я в шапке стою не с голубем и здесь все выставляем перетаскиваем то что в этом в наш видеоканал с видеоканала вот какие сегодня выставляем вот сейчас что тут загружено обработка завершена о в данный момент я только нажимаю сейчас это ограниченное будьте свидетель что я делаю открытым открытый доступ сохранить сейчас переплет через несколько минут ну через минуту сейчас уже выставляется в интернете будет все вот сейчас идет туда сейчас посмотрю пройдет нет не пропускает еще что-то обработка идет сейчас буквально минуту это первый раз показываю как называется переплет книг и реставрация и совсем даже недорого все теперь открываю выхожу вот она где переплет вот теперь сколько она будет один сейчас 36 вот я включаю его мы первые включаем нет просмотров наш первый будет вот посмотрим как оно будет включи там громче тут разговор зашел о переплетном деле я переплетчиком был работал много лет реставратором в доме не в организации ну и попросили уже не один человек как-то показать бы это в интернете я посмотрел много там показано но у меня другой опыт был может сейчас что-то кто-то лучше знает а это старинные методы самые прочные а сегодня так делают они в руки возьмешь она книга развалилась политику разлетелась ну все понятно что выставили все мы выставили но вчера день был 22 марта это день памяти 40 мученика севастийских в Армении мы когда были в Армении ездили там в озере там искупались погода была холодная я плавал видите Николай кажется нет и ураган плавал все это засняли где это интересно какое обычное было как его разбирать у православных понятие такое что как-то связано с погодой сельским хозяйством наш отец говорил сдвижение воздвижение он говорил сдвижение что крест поднимал там макари падали там ничего этого не было что всякая тварь сдвигается на зиму отец говорит мышь и змеи все запечатывает норы вот так а это это означает 40 птичек прилетает а я с птицами дружу с детства я пересчитал чибис эта пигалка прилетела я кулик прилетел жаворных прилетел грачи прилетели скворцы прилетели я перечисляю 40 никогда не могу набрать ну 40 птиц это только летом уже иволга еще не прилетела ласточки нету а что это мученики вообще не знали и мы у нас там ну отцов брат Степан была у него жена тетка Настасья она старше мамы моей и мы к ней бегали в этот день и она нам пекла жаворонки из теста раскатает ну там нарежет хвостик крылышки завернет клювик сделает но мы приносили домой и ели что это язычество какое или понять можно души людей которые к ней были показаны в виде голубки такое было вот но такое вот обычай был но у нас сейчас этого нету некому печь а то мы наверное распекли мы вот так теперь что мы еще не сказали здесь сегодня вот наш форум вот какой сюда приходите наш форум большой вот поглядите чтобы были в курсе дела и очень богатый у нас вот это ютуб если вот здесь ткнуть главное вот смотрите главное вот она побежала красная линия сейчас она маленечко дернется и переменит здесь расположение вот все и теперь оказалось что одна строка идет это святые вот 40 мучеников вчера выставлено жития святых я на 80-е годов насчитывал где-то а здесь кто преподобная матери Анастасия вот она по порядку идут и идут тут сотни уже выставлено 1173 ролика будет только жития святых нашелся один очень добрый человек и он обрабатывает и выставляет это так а вот наш видео не видео а сайт здесь около 50 книг примерно здесь насчитаны мной здесь мои беседы в аудио Александром Менем то есть многое можно найти наши книги все вопросы-ответы проповеди стихи ну и очень-очень много всего а вот только вверх уткнешь и на православных форум на видеоканал на сегодня все Богу нашему слава во веки веков аминь благодарю я тебе это посчитал веков до сих пор до сих пор